Сладкий мой, я поехал. Хорошего дня. Извините, стресс. Вы видели, как я здоровью? Это не мое. А, пускай начало это будет. Мы посмотрим. Мочим палец, мне на северный ветер. Всем привет! Это тревел-шоу Велобайки. И я его ведущий Макс Лизо. Сегодня я еду в Белорусские Арабские Эмираты. В Речисто. Город нефтяников. И по пути заеду в один из самых молодых городов Беларуси. Светлогорск. Мой маршрут составит 66 километров. Денек будет очень насыщенным. Вперед! Сегодня я изучу сразу два белорусских города. Речицу и Светлогорск. Посмотрю, чем живут белорусские нефтянники и энергетики. Побываю на острове. И дам вам несколько полезных советов, как собрать рюкзак в путешествии. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Друзья, вы часто меня спрашиваете, как я перекусываю в пути. Я не перекусываю, я плотно ем, потому что нужна энергия. Ее должно быть много. В велопутешествии история очень интересная и энергозатратная. Поэтому просто на любую заправку заезжайте. Поели и погнали дальше. Можно и в магазин. Друзья, я сейчас вам расскажу про один из своих тревел-наборов по еде. Итак, внимание. Печенье. Очень хорошо, долго хранится. Набор орехов. Восполняет заряд энергии. Долго не хочется кушать. Сэндвичи. Это так, легкий перекус. И пару баночек «Балтики-ноль». Складываю все в рюкзак. И погнали дальше. Ладно, Тимо, я поехал. Хорошего дня. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Речица – один из старейших городов Беларуси. Как и во многих белорусских городах, центральная улица – советская. Если вы любите фонтаны, обязательно прогуляйтесь по этой улице. Здесь находится одна из достопримечательностей города – светомузыкальный фонтан. Вечером здесь можно увидеть 13 водных картин. Каждая из которых меняется в зависимости от выбранной музыкальной композиции. Ох, ребята, в путешествии неизвестно, когда пойдет дождь. Но главное – не расстраиваться. Вот, видите, здесь все пережидают под навесиком. Есть несколько вариантов. Можно найти какой-то навес, дерево и пережидает дождь. А можно просто вот дождевик себе купить в следующий раз. Здрасте, давно стоите? Минут 10 уже. Уже минут 10. А как думаете, скоро закончится? Надеюсь. Надеюсь, а сами часто ездите на велосипедах? В отпуске – да. В отпуске? Я тоже в отпуске. Постоянно по 16 часов в день. Как сяду и врию поехал по Беларуси. Это много 16 часов в день. Какой совет мне дадите? Мне попробовать поехать все-таки? Может быть, закончится быстро или переждать дождик? Под дождиком. Тепло можно и под дождиком подмать. Кстати, да, мне кажется, это грибной. Больше вырастом. Очень похоже. Кстати, а вы скажите, вы из Речицы? Нет. А откуда? Из Митрии. А как вас сюда занесло? Какими судьбами? Велосипед? И меня велосипед. Велосипед. 16 часов. Два часа проехали. Два часа проехали. И сколько весь маршрут занял в Минске у вас? До сюда по времени. Сутки? А вы одна путешествуете или команда? Команда дома. Команда вас в этот раз подвела. Да, и дождико испугались грибного. А вы не практикуете комбинированное автопутешествие? Это когда вы сначала едете немного на машине, а потом уже по самым живописным местам на велосипеде. У меня комбинированное заключается машина и сзади велосипед фиксирован. Ну тоже круто. А потом уже когда доезжаете на локацию, там уже все. Да. Отлично. Присаживаемся на двухколесную лодку. А если вы вдруг ищете новый или БУ автомобиль Атлант М? Атлант М точка бай. А как вы выбираете направление для путешествия? Просто на кауте пальцем? И в Речицу? Или какие-то критерии? Что-то посмотреть хотите? Нет, в Речице здесь дедушка с бабушкой живет. Ну что ж, тогда подождем еще немного. Может быть сейчас распогодится и отправимся дальше. Вроде бы заканчивается. Может точно маленький? Маленький тоже. Можно уже и выезжать? Да, кстати, это такой выезд на удачу. Нужно рисковать. Согласна. Поехали. Поехали. Оп-оп-оп. Мочим палец. Мне на северный ветер. Это туда. До свидания. Хорошего дня. Выбирайте новое авто или с пробегом. В Атлант-М. На сайте atlantm.by Амфитеатр в Речице – одно из самых современных сооружений. За сезон здесь проходят более 50 концертов. Я пока отдохну здесь. А компанию мне составит наш сегодняшний гость – блогер Валерия. Валерия, рад приветствовать. Привет, привет. Привет, Максим. Я знаю, что ты сама и в Бомеле. Да. Скажи, пожалуйста, а как ты оказалась в Речице? Ну я, как и ты, люблю путешествовать по Беларуси. Поэтому сейчас пообщаемся с тобой, потом встретимся с своими друзьями и даже, возможно, подписчиками. Круто. Скажи, пожалуйста, а как ты вообще добиралась? Я лично на велосипеде. А я на машине. А ты часто на велосипеде ездишь? Не часто, но хотелось бы чаще. Круто. Скажи, пожалуйста, мы сейчас находимся в таком знаковом месте для Речицы. Очень красиво. Ты занимаешься блогингом. Расскажи поподробнее про свой блог. Ой, я инстаграм-блогер. Так. У меня уже более 60 тысяч подписчиков. Все белорусы, все активные, все самые лучшие мои подписчики однозначно. 100%. Да. Рассказываю себе о своей жизни и, конечно, даю порцию полезностей. Потому что блогер все-таки должен нести полезность в люди. Это 100%. Конечно. Валерий, я посмотрел твой инстаграм. Ты экономист, юрист, специалист по молодежной политике. Любящая мама, жена, еще и блогер. Сейчас все хотят стать блогерами. Скажи мне, пожалуйста, трудно жить с телефоном 24 на 7? Но, с одной стороны, это уже становится образом жизни, тоже по-другому не можешь. Но, с другой стороны, это тяжелая работа. Потому что это круглосуточная работа, я даже больше скажу. Поэтому, чтобы не выгорать, мы своими коллегами-блогерами делаем выходные. Вот без этого никак. Это как, когда питаешься правильно, сиг-дэй такой. Да, потому что блогинг – это настоящая профессия уже сейчас, которая требует работы не меньше, как другие специальности, а может быть, где-то и больше. Слушай, я знаю, что у тебя очень классные тиктоки, отлично залетают. Может быть, попробуем с тобой какой-то снять тикток? Конечно, я там подобрала пару трендов, поэтому идем. Тогда предлагаю сразу и приступить. Велобайки, Валерия и тикток. Прямо сейчас, специально для вас. Чтобы парапет не входил, мы вот идем оттуда и уходим с кадра вот сюда. Вот так вот. А, пускай начало это будет. Мы посмотрим на вас. Ну что, Максим, смотри, я уже загрузила в тикток. Классно получилось, да? Это просто невероятный синхрон. Ну все, ждем миллионы просмотров, получается. Миллион просмотров. Так, это за сколько? Примерно за полдня, получится у нас? Да, быстрее. Быстрее. Вот теперь я точно понял, зачем ты приехала в речи. Все, я поехал дальше. У меня еще очень много точек. Пока. Удачи, счастливой пути. Вы видели, как я сдал руби? Это не мое. Вот я и на месте. Первый интересный факт о часовне. Ее высота 24 метра и 24 сантиметра. Факт номер два. Она отлично видна из разных частей города. Часовня Святой Ефросиньи Полоцкой – одна из главных достопримечательностей города. Именно в этом месте в 1910 году остановились пароходы, которые везли мощи преподобной Ефросиньи Полоцкой из Киева в Полоцк. На этом месте был установлен деревянный крест, а после построили часовню. Ну, я нечаянно упал, у нас же есть танец, что ты переживаешь. Ай, тут еще крапива. Ай, ай. Я, блин, обжег всю спину крапивой. А я не могу ни в крапиву. Я думал, нормально будет. Дел нормально, думал, делаю, нормально будет, не вышло. Как видите, я полон знаний. Кстати, ловите еще одну полезную информацию. Если вы ищете автомобиль с пробегом, зайдите на atlantm.by. Это мой личный рекомендацион. А почему же никто не сказал, что здесь есть ямочка? А все, вы бежите уже. Все, можете и выключаться. Видите, какие вы молодцы? Все спасли. Друзья, пожалуйста, не занимайтесь такой ездой без шлемов. А сейчас я еду в самый центр Речицы. В картинную галерею. Всего каких-то 850 метров, и я на месте. Картинная галерея в мой маршрут попала не случайно. В Речицы очень интересуются живописью. С 1990 года в местном краеведческом музее стали проходить выставки живописи, графики и декоративно-прикладного искусства. И даже аукционы, на которых с молотка уходили работы местных художников. В 2015 году картинной галереи присвоено имя белорусского художника Александра Исачева. В музее можно увидеть экспозицию его живописных и графических работ. Ого! Какая красота! На постоянной экспозиции просто невероятная работа. Магия из серии «Владыка». Класс! Аполлон-автопортрет. Кайф! А во втором зале обычно проходят временные выставки живописи. Особой популярностью пользуются выставки местных художников. И это очень здорово! За время работы здесь произошло больше 120 выставок. Это на 119 больше, чем я посетил за всю свою жизнь. Давайте посмотрим, какая экспозиция представлена в этом зале прямо сейчас. Так, Евгений Шетихин. Известный белорусский художник, один из ярчайших мастеров нашего времени. Родился в городе Минске в 1960 году. Ух! Здесь еще такой естественный свет, который придает картинам определенный шарм. Очень красиво. Работы огромные просто. Очарование юностью. Нарисованная картина маслом. Написанная. В 2020 году. Класс! И объемные картины вот такие. Посмотрите, какие. Ай-яй-яй-яй-яй. Кайф! 21 век. Картина 22 года. Полюбуйтесь. Знаете какие-то образы? Класс! Данное место настоятельно рекомендую для посещения. Ну а мне пора отправляться дальше. Меня еще ждет много точек моего маршрута. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Балтика-0. Фруктовый вкус, перед которым устоять невозможно. Шатиринский остров впервые упоминается в 1560 году. Местоположение укрепленной усадьбы позволяло контролировать все торговые и транспортные потоки, проходившие по Березине. Также здесь проходили торговые пути и в усадьбе часто ночевали купцы. И вот он, Шатиринский остров. Вполне возможно, единственный остров, на который я попаду в этом году. Очень интересно узнать про это место, а поможет мне в этом директор-историка Краеведческого музея Ирина Заяц. Ирина, добрый день! Добрый день! Столько у вас всего интересного на Светлогорске. Рассказывайте все-все-все. В первую очередь про остров. Ну, Шатиринский остров – место историческое и очень интересное. Мы знаем историю своего города и знаем, что в 1560 году вышел привилей «Грамота на владение землей», в котором говорилось, что после смерти владельца Романа Шатила остров передается на реке, на горе, на тракте в Горвальском другому владельцу Ждану Манкевичу. И вот с этого времени мы считаем летоисчисление нашей местности, нашего Светлогорска, хотя Светлогорск – молодой город. Да, это же самый молодой город Беларуси считается. Ну да, самый молодой город Светлогорск в Беларуси, но он имеет интереснейшую и древнюю, скажем так, историю. Шатиринский остров, мы о нем не знали, о его существовании очень долгое время. Но благодаря 2000 раскопкам, которые здесь проходили под руководством профессора Сергея Евгеньевича Рассадина, мы выявили предметы, которые подтверждали историческое существование на нашей местности, вот здесь на нашей земле, Светлогорской, Шатиринской земле, участка небольшого земли, где когда-то жили люди. Это 16-18 век. И если мы с вами пройдем чуть дальше, мы увидим возвышенность. Обратим внимание, что она чуть такая возвышается над уровнем нашей земли, 5 метров где-то так. И увидим какое-то такое обособленное место. Ну, естественно, река Березина, она поменяла течение и русло. Но в то время, по описаниям, по историческим данным, это был действительно своеобразный форт-пост, как бы, да. И обладал он несколькими функциями. Это была и жизнь обычная, и, скажем так, здесь своеобразный, как военный пост, да, как вот форт-пост. Поэтому, когда провели уже раскопки и взяли образцы материалов для исследования, обнаружили очень интересные, красивые, уникальные археологические предметы. Среди находок, а их очень много, там было... Так, самые интересные, скажите, артефакты, которые были найдены. Ну, вот самые интересные артефакты. Такая серьга, очень интересная, каплеобразная она. И, как оказалось, после изучения, исследовали историки, очень, так скажем, популярное украшение у лиц мужского пола в Испании. Король Стюарт на картине Ван Гога. Вот на такой же стельбой. Да, такой же стельбой. Вы можете посмотреть. Она каплеобразной формы. Это говорит о том, что люди здесь жили действительно не бедные, которые могли себе позволить иметь такие украшения. Такие украшения дорогие. Ирина, я путешествую по Белоруссии, собираю в каждом месте какую-нибудь историю, легенду или байку. В свою маленькую копилочку, шоу в Белобайке. Может быть, вы мне расскажете что-нибудь, пополните ее? Конечно, я пополню вашу копилочку. Так, с удовольствием послушаю. Ну, вот представьте себе берег реки. Возьмем вот этот. Да. Который у нас напротив. Существует легенда. Ну, вот представьте себе берег реки. Так. Ну, представьте, что возвышенность. И по этому берегу реки шли семь путешественников. Так. Семь искателей счастья. Так. И у одного из них была красавица-дочь. Красавица, молодая. Женихи на нее заглядывались. Она была удивительная девушка. Но случилось несчастье. И эта девушка, прогуливаясь по берегу, реки в один прекрасный день, оступилась и упала в реку, в воду, в темный омут реки, который унес ее. Отец очень был опечален, он очень горевал. Не мог найти слов для... То есть не могли найти слова путешественники для утешения отца. И отца звали Шатила. Так. Вот. И поэтому название существует. Ну, одна из версий, что именно отца звали Шатила. Он здесь очень долго горевал, но ушел. Потому что место было трагическое, напоминало о гибели любимой дочери каждый день. И в народе потом уже, как повелось, в разговорной речи. Шатилки, Шатиловичи. Ну, то есть вот... А вот, смотрите, возвышенность такая здесь возвышается. Ну, метра три, наверное, над реку. Да, над уровнем. Вот. Это предполагаемая, вернее, уже как бы обозначенная историческая часть нашего Светлогорска. Не просто обозначено. Шатиленский остров является историко-культурной ценностью. Он внесен в государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь. Здорово. И там есть охранная доска, все это можно увидеть и прочитать. Побывать в Светлогорске и не зайти на Шатиленский остров, мне кажется, преступление. Давайте прогуляемся туда. Ирина, расскажите, пожалуйста, а что вообще сейчас находится на Шатиленском острове? Ну, сейчас здесь ничего нет. Это местность, растительность, природа. Ну, здесь как бы ничего пока в настоящее время здесь нет. А может, что-то планируется построить? Не знаете? Ну, планы, конечно, есть. Грандиозные. Да, все планы раскрывать как-то, наверное, неправильно, потому что, может быть, я не знаю чего-то еще, скажем так. Конечно, здесь можно сделать реконструкцию Шатиленского острова. Вполне это реально, но только для того, чтобы это сделать, это нужны средства, возможно, спонсорские. И это место было бы достаточно посещаемым. А вы, скажите, вообще часто бываете на Шатиленском острове, рассказываете про него? Оно излюблено для туристов? Ну, скажем так, оно специфическое место для индивидуального, скажем, посетителя. И здесь я бываю, когда есть запрос, вот мы проводим экскурсию в музее, и у людей возникает вопрос посмотреть. Ну, мы объясняем, как найти, во-первых. А если у нас, у нашего посетителя есть момент, когда он, ну, действительно не может найти, или там, ну, тогда мы сопровождаем и показываем это место. Здорово! Ирина, мне очень понравилась экскурсия, которую вы для меня провели. Она была маленькая, емкая и очень интересная. Как минимум пять историй я увезу с собой. Вам спасибо большое, прекрасного дня. И вам спасибо. Я поеду, сделаю кружок вокруг костела и буду продолжать свой маршрут. Хорошего дня. И вам хорошего дня. До свидания. Всего доброго. Крестово-Сдвиженский костел в Светлогорске расположен на берегу Березины. Первое упоминание католического храма на территории этого населенного пункта, который тогда назывался Шатилки, относится к середине 17 века. За несколько веков он был не единожды разрушен и восстановлен. В 1939 году его уничтожили окончательно. Современное здание из красного кирпича появилось в 1997 году. Это образец неоготики с элементами романского стиля. Главное украшение фасада и наиболее заметный архитектурный элемент – две высокие башни с шатровыми крышами. Светлогорск и Речица изучены практически досконально. По крайней мере, основные их достопримечательности – это тревел-шоу «Велобайки» и я его ведущий Макс Лызо. До скорой встречи на велодорожках. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!